Всем доброе утро. У нас типа осень началась, да? Вообще у нас так зимой, ну, в плане неба. Ты любили? Офигеть, слушай, что-то я как-то... Даже я не знаю, у меня ни зонта, ничего нет. Вчера вечером такой был ливеняк, недолго, но... Невозможно снимать, прыгает машина постоянно. Но такой прям мощный был ливень. Часов где-то во сколько? В 11, да? Так, заправочка. Что там стоять? Как будто потом такой поток прямо... Где? А, ну не знаю, он там часто стоит. Не, ну небо, ну капец, ну капец. Давайте. На 200, да? Да. Вообще как-то, знаете, непривычненько. Все-таки 2 октября, типа, почему такая погода? Такое небо, дожди. Ну, тучи, тучи, я в очечках, пофига. Вот это у меня, наверное, так и башка тогда болела. Было пониженное давление в пятницу, потому что уже в воскресенье был сумасшедший ливень. И вот сегодня такое небо, то есть очевидно, что дождь будет 100%. И еще у меня почему-то дико вот тут запястье болело. Вчера я намазала мазель, забинтовала эластичным бетом. Вот. И сегодня как бы легче, ну не так как было, но побаливает. Так, маринку покрасила, поднимаю с нашей стороны. В сестре Антону, правда, дома вот еще гостиничку взяла, это кофеечку. Сладкого много не бывает, правда? Когда я уже начну опять на правильное питание возвращаться? Продолжение следует... Продолжение следует... Да, ребят, еще забыла добавить, сказать, что суку ставит еще так же на балконах. Вот, видите? Всем приветик. Сегодня у нас уже вторник. Знаете, я в воскресенье 1 октября написала своему мастеру Кате, чтобы записаться на ногти, где-то там 10, 11, возможно, 9, ну вот в этом пределе. Она говорит, уже все, типа, расписано. И я такая... То есть есть у нее окошко на конец октября. Естественно, мне это не подходит. Но она говорит, давай я тебя запишу к мастеру, который работает у меня в салоне, хорошая, все, Маша. Я очень долго думала, но, как бы, вариантов особо нет. В общем, записалась к Маше к этой на 9 октября. Я говорю, понимаешь, дело в том, что я знаю свои ногти, свою кутикулу, о том, что она сухая, 5, 20. И первый раз, когда она мне делала Катя, она делала безумно аккуратно, я уже об этом рассказывала, и то был порез. Второй раз уже было все, типа, хорошо, потому что она говорит, я поняла тебе глубокую, нельзя чистку делать. А вот тут снова новый мастер, ну, блин. Так что она говорит, да, надо записываться за несколько месяцев к ней. В общем, попробую на ноябрь как-то втиснуться. То есть уже в октябре сделаю у этой Маши. Ну, что делать-то? Носить-то столько нельзя. Вот. Потом уже Катя. В общем, сукот продолжается. Мы, в принципе, нигде больше не были с Антоном, как поплавали на катамаранах тогда в субботу и всё. Хотя каждый день у нас в парке Ганнаир проходят какие-то мероприятия, какие-то концерты, выступления. И вот когда был дождь, тогда, ну, как бы пришлось прервать. Вчера тучи ужасные были, но при этом дождя вроде не было. И сегодня что-то будет. По-моему, 3-4 пивной фестиваль. Ну, и, соответственно, концерт. Так что, не знаю, вряд ли мы сегодня где-то пойдём. На самом деле, потому что всё это среди недели. Как бы не очень. Одна я идти, естественно, я не хочу. А Антон приезжает, уже говорит, я не хочу. Так что, как-то так. Так что, ребятки, погодка у нас тоже такая более осенняя. Немножко хмарит. Дождик. Дождик был только один, который я говорила. Ливень. Вроде. Может, какой-то Милокий там брызгал ночью, что я и не в курсе. Не слышала и не видела. Не знаю. А ночью уже 27 градусов становится. Днём сейчас максимально там типа 29. Ну, в общем, как-то так. Типа пугайчики чирикают и чирикают. Ужас какой-то. Ужас. Громко так. В общем, по поводу концертов и каких-то мероприятий, пойдём ли мы с Антоном сегодня, остается под огромнейшим вопросом. Так что, на этом я буду заканчивать видео, друзья. Всем большое спасибо вам за ваше внимание, за ваши просмотры, за ваши комментарии. Подписывайтесь дальше на мой канал. Ставьте палец вверх. Нажимайте на колокольчик. Нажимайте на колокольчик. И всем пока-пока.